Здравствуйте, здравствуйте! Я пастор Генри Мадава с церкви «Победа» в эфире «Голос Победы». Почему «Победа»? А потому что во Христе Иисусе мы всегда побеждаем. У Бога другого варианта для нас нет, кроме как во всем выходить победителями. Но вот что интересно. Многие люди, когда они приходят к Иисусу Христу или получают какое-то откровение от Бога, часто они остаются в одном и том же положении всю жизнь. Я знаю людей, которые 20 лет верующие, и каждая неделя как будто каются снова и снова. Божья воля – не остаться младенцем навсегда. Что Бог хочет? Бог желает, чтобы мы во всем возрастали. Должно быть духовный рост. Рост всегда очень зависит от чего-то. Прежде всего, от знания, информации. Второе знание, которое важно – это опыт того, что ты пережил в жизни. Короче, я хочу вас пригласить прямо сейчас. Слушать эту проповедь и смотреть внимательно, чтобы ты видел и понял важность духовного роста и как Бог хочет помочь каждому расти. Сегодняшняя проповедь называется «Рость – это свидетельство жизни». Когда есть жизнь внутри любого живого существа, рост неизбежен. Всегда. Конечно, условия, чтобы было питание. Когда дети рождаются, они маленькие. И когда смотришь на ребенка маленького, не видно, что находится в этом ребенке. Он хочет молоко или она, и все. Но когда вырастает, вдруг начинает проявляться его дарить, таланты, способности, умения и внутренние настроения. Они начинают появляться. Многие христиане имеют в них Богом выложение. Много чего. Но потому что никогда не выросли духовно. Все дари, все призвания, все, что Богом назначено в них, оно лежит и не проявляется из-за того, что они еще дети. Хочешь, чтобы Божьи дари, Божьи таланты, Божьи призвания в тебе проявились? Старайся возрастать. Бог ожидает, чтобы был рост. Потому что, когда мы растем, тогда все, кто мы, начинает выражаться. Что такое духовный рост? Духовный рост, я думаю, самая лучшая картина. Это 2 Петра 1 глава 2 стиха по 10. Благодать и мир вам до умножиться в познание Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благодатью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетвования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, предлагая к всему все старание, покажите в вере ваши добродетели, в добродетели рассудительность, в рассудительность воздержание, в воздержание терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбие, а в братолюбие любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нету сего, это очень важный момент. Если все, что мы перечислили, в ком-то нет, то тот слеп, неважно, сколько у него зрения, все равно слеп. закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваши звания и избрания. Так поступая, никогда не притекнетесь. Я думаю, что эти десять стихов, они более-менее полностью собирают вот, что такое духовный рост и зрелость. Несколько вещей, что мы находим здесь. Первое, чтобы был духовный рост, должно быть познание Господа Иисуса Христа через покаяние. Мы не можем даже говорить о духовном росте, если у человека не было настоящего новорождения, покаяния, когда Божья жизнь входит в твой дух и изнутри тебя начинает жить Бог. Это необходимо для того, чтобы был рост. Если мы хотим иметь духовный рост, важно познание Бога. Там говорится о том, что познание Бога и Христа Иисуса, познание Его. Нет духовного роста, если нет познания Бога. А Бог, Он закрыт от человеков. Для того, чтобы Бог открылся нам, есть одно условие, которое Он дал когда-то. Взыщите меня, и вы найдете меня, если взыщите меня всем сердцем. Это говорит о жажде по Богу. Если внутри тебя нет четкого, заметного, внутреннего, отчаянного стремления к Богу, невозможно познать Бога. Написано, Он дал нам все, что необходимо, дарованное нам, Богом, для жизни и благочестия. Духовный рост включает в себе познание того, что Бог дал нам для жизни. Я не могу сказать, что это духовный рост, а при этом я не знаю, что Бог мне дал. Я должен знать. Я не взрослый, если я не знаю, что я имею во Христе. Я не взрослый, я не знаю, как бороться с ситуациями, используя того, что Бог мне дал во Христе. Духовный рост также означает, появляется качество, которое называется благочестие и тяга к нему. Появляется очень много важных качеств, в том числе обетования Божьи становятся живыми для нас. человек, который имеет духовный рост, для него обетование Божие не мертвый список какие-то обещания библейские, они живые. Он ожидает от них, что через них он получает жизнь. Написано, через них. Замерите, обетование Божие, это Божьи пути, Божьи дороги, через которые мы можем получить то, что Бог имеет для нас. Дальше. Проявляется Божественное естество и натура. То есть, Божья жизнь, качество Божье в нас. И даже не обязательно, потому что ты провозглашал в церкви. Они сами начинают проявляться. Не от того, что просто потому что Божья жизнь в тебе и рост идет. Эти качества Божья жизнь начинает ярко, явно быть в тебе. Человек, который имеет духовный рост, он появляется в его жизни удаление от господствующих, господствующих в неверующих растения похотью. Неверующие в этом плавают, просыпаются этих мечтах. Когда собираются, они хвастаются тем, чем они наварили, натворили и насолили, но не знают, что они наделали. Дальше. Библия говорит, где мы читали, что ко всему старайтесь, скажите, старайтесь. Вопрос старания означает, я проявляю усилие и стремление в направлении Бога. когда я только покаялся, я ничего не старался, мне говорили, шел, но когда я дошел до определенного роста духовного, я начал уже предлагать определенные усилия. То есть, когда начинают появляться в человеке усилия в направлении Бога, усилия в приобретении новых качеств, которые до этого не были, усилия стать лучшим в молитве, в том, другом, третьем, вот это усилие и есть признак уже зрелости, которые появляются. Появляются отношения с людьми с любовью, появляется самоконтрол и плод духа, умение себя взять в руки. Что такое духовный рост? Библия говорит, кто имеет это, то не останется без успеха и без плода. То есть, признак духовный рост, ты начинаешь приносить много плода, большой плод в Царстве Божьем, в Церкви и в обществе. Вопрос возникает следующий, что поможет мне расти? Первое, самое важное, что тебе может помогать, номер один, время с Богом. Время с Богом. Опять же, помните, время с Богом основано на голод по Богу. Это я разделил на несколько частей. Первое, во время с Богом ходит молитва. Притом молитва, три важные элементы молитвы, которые влияют на духовный рост. Три из них, самые важные. Остальные вспомогательные, эти три помогут тебе ускорить твой духовный рост. Первый из них, это общение с Богом. просто быть с Богом и общаться. Второе, что в ходе этой молитвы, давайте сначала прочитаем Матфей, 6 глава, 5 по 7 стих. И когда молятся, не будь как лицемерий, который любит в синагогах и на углах улицы, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой видящий тайну и воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего. Человек, который бывает в тайной комнате, много его вопросов решаются. Даже если он выйдет оттуда, он себе как-то себе ведет, как будто неуверенно, не так много выступает, не так много кричит, но это дело короткого времени, как мы начинаем замечать, что с этим человеком что-то не то, в хорошем. Что-то заметьте, как-то ему Бог помогает. такое впечатление, что мы все мучаемся, мучаемся, а он просто Бог включается и помогает. Это продукт, это все, это плод времени с Богом в тайной комнате, где не обязательно много громких разговоров. В этой тайной комнате можно второй вид молитвы, который важен, поклонение. Третий вид молитвы, это ходатайство. Эти три молитвы, когда мы в тайной комнате, мы общаемся с Богом, идет обмен, общение, в буквальном смысле общение, идет обмен мыслей, идет высказывание глубины своей души. Ходатайство это важная молитва для духовный рост. Это тогда я беру вместе с Богом ответственность за его плане на земле. Ходатайство. То есть, когда я ходатайствую, я вместе с Богом беру ответственность в молитве за его плане, за других людей. Это тоже дает мне расти и является конечно же признак роста. Когда тебя трогает то, что делает Бог. Третье это поклонение. Поклонение очень важно. Вот когда мы поклоняемся, мы величаем Бога. Мы говорим о том, какой Он. Это то, чем занимаются ангели возле Него круглосуточно. Видно от этого Бог не устает. Это важно для Него. Поэтому иногда возьми пост и молитвы. Не молиться за что-то конкретно, а день, когда ты просто поклоняешься Господу. Время с Богом также есть Его Слово. Скажите Его Слово. Библия говорит, Евангелие от Иоанна, 8 глава, 30 по 32 стих говорится, когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Теперь им надо расти. Иисус говорит увер во всем. Если прибудьте в Слове Моем, прибудьте, то вы истина Мои ученики. Если прибудете, нужно пребывать. И когда вы начнете пребывать, то вы познаете истину. Оно не за один день приходит, истина тоже спрятана. Она открывается с временем исходя из того, ты пребываешь или нет. Заметите, что истина приходит из-за пребывания. Первое, мы видим, что Иисус говорит, вы уверовали, теперь, чтобы быть моими учениками, нужно пребывать. Это постоянство в Слове. Второе, от этого приходит свобода. Скажите, свобода. Истина приносит свободу, но истина приносит не только свободу. Истина приносит свободу, если ты читаешь слово об истине, о свободе. Любая истина, которая пришла в твою жизнь, что-то приносит. Любая истина, которая открылась тебе, она всегда с чем-то приходит. не все через молитву приходит, а через истину. Свобода приходит, исцеление приходит, освобождение приходит, крепость приходит, мудрость приходит. Истина это для нас тем путем или носители всего, что Бог нам передает. Оно передается через истину. И получается, что в Слове Божьем есть также обетование Божие. В Слове Божьем есть обетование Божие, которые важны для духовного роста. То есть человек важно, чтобы он нашел Божьи обетования, которые в Слове Божьем. С ними надо жить или даже ими надо жить. Ими надо сражаться. Они сильные, они мощные, эти обетования Божьи. Они обетования Божьи дают нам возможность и способность живя на земле проявлять небесное качество и решать земные вопросы с небесной силой имея небесный взгляд. обетования Божьи соединяют меня к Богу и через них сила Божья двигается ко мне решая земные вопросы. Пастор Генрис, что поможет мне расти? Первое время с Богом. Второе постоянство в церкви. Церковь это тело Иисуса Христа Христа час который ты являешься. Савву Савву Кто ты Господи? Я Иисус которого ты гонишь. Когда я тебя гнал? Я же церковь гнал. Да я и церковь одно. Иисус и церковь одно. И мы тело Христовое. Смотрите как говорится здесь 1 Коринфянам 12.12 И вот как тело одно, но иметь многие члены. И все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Изолирование от церкви ты слабый, не важно что ты делаешь, все равно слабый. И дьявол легко переуспеет против тебя от того, что ты изолирован. Ты приносишь максимальную пользу, когда ты соединен с другими членами тела. В церкви мы должны быть активными. Скажите активными. Если ты хочешь расти духовно, ты должен быть активным. Чем мы можем быть заняты в церкви? Первое. Решай проблемы других людей. Второе. Используй твои таланты и дари. Третье. Не только таланты и дари надо. Делай то, что ближе к тебе, к твоему сердцу. Нужно время с Богом. Нужно постоянство в церкви. И третье. Не теряй и не расточай время и ресурсы впустую. Если ты хочешь расти, не теряй и не расточай время и ресурсы впустую. Почему многие люди не растут? Потому что они часто теряют время и часто теряют ресурсы. Это так хорошо, потому что никто не дает младенцу большие дари на использование. Оно может быть тебе принадлежит, но из-за младенчества не дается тебе в использовании. Это как человек, который имеет большое наследие, но не может управлять. Почему? Ребенок. Рост важен. Надо стремиться осознанно стремиться расти для того, чтобы все, что у Бога есть для тебя, ты мог воспользоваться. А сейчас хочу с вами помолиться перед тем, как я помолюсь за вас и с вами. Я хочу, чтобы вы посмотрели на несколько свидетельств того, что делал Бог, какие чудеса Он творит, и потом я буду с вами молиться. Ума и год уже грыжи позвоночные, и она сегодня еле доехала на служение, была острая боль. После молитвы боль полностью ушла. Боль полностью ушла. Я едва приехала сюда на молитву. Я едва села в машину. После молитвы меня спина перестала болеть. Вы сколько раз были в церкви побежали? Все время ходили. Пусть вас Бог благословит. Слава Богу. Спасибо. Господь исцелил меня и подарил просто новые женские органы, потому что так произошло, что в августе прошлого года у меня обнаружили кисту по гинекологии. Ну, то есть, согласно тому, как устроен женский организм, она должна была исчезнуть через три месяца. Но через три месяца обследование показало, что необходима операция, то есть очень маленький процент того, что ей не нужно будет, и после нее гормональное лечение. Но доктор оставил еще мне два месяца, но с очень маленьким шансом. Через полтора месяца получилось так, что скорая забрала меня в больницу с высокой температурой и с болями в отделении гинекологии. У меня было четыре дня, в которые меня капали, лечили там, и это были самые тяжелые четыре дня. И я благодарна Господу за ту команду, которую он собрал поддержать меня, которые молились со мной и ободряли меня. Меня выписали с незначительным улучшением накануне выходных, но все это время как бы стояли в проломе, в молитве, и через два дня выходных я поехала к своему доктору, который сказал, что все мои органы в норме. То есть полное исцеление. Аллилуйя! Поэтому слава Господу! Слава Богу! Никогда не теряйте веры и, ну, надейтесь на тех все равно, кто вас поддержит. Будьте благодарны. Ну и Господу вся слава! ВИСИТВ это канал христианской церкви победа, в которой есть место для каждого. Место для мужчин и для женщин, место для молодежи, подростков и для самых маленьких. Место, где каждого человека поддерживают, помогая найти себя. Церковь победа это место для всей семьи. Начинайте свой день с добрыми песнями христианских групп. Укрепляйте свой настрой мотивационными проповедями, которые дадут вам победоносный внутренний дух. Доступно и практично о бесценных жизненных принципах настоящего лидера от известного во всем мире проповедника Генри Мадава. Два раза в неделю вы имеете возможность включить прямую трансляцию на канале и смотреть богослужения Церкви Победа. Конференции, фестивали Иисуса, праздничные мероприятия. Все, чем живет Церковь, вы узнаете на канале ВИСИТВ. Подпишитесь на наш канал и вы не пропустите ни одного важного события. Церковь Победа это место для каждого. Место для всей семьи. Я всегда радуюсь, когда я вижу, что Бог творит чудеса. Потому что чудо говорит о том, что Бог живой. Но знаете, что интересно? В моей жизни, пока я духовно не вырос, я не мог видеть чудеса, эти Божьи чудеса. Рост помогал мне начинать видеть все, что у Бога для меня. Сегодня, может, многие из вас вынуждались в чудо. Я помолю с вами. Но первая молитва, самое главное, это молитва спасения. Если ты хочешь покаяться, примириться с Богом, стать Божьим детьем, помоли со мной такую молитву. Скажи со мной, Отец Небесный, прости меня все мои грехи, дай мне новую жизнь, войди в мое сердце и будь моим Господом и Спасителем с этого дня во имя Иисуса. Амин. Если ты помолился и твою молитву искренне, Господь услышал и простил тебя. Теперь хочу помолиться за тебя. Может, тебе нужно чудо от Бога? Или есть помехи в жизни, которые не дают тебе расти? Я хочу помолиться за тебя. Если это болезнь в теле, возложи руку там, где болит в теле, или руку твою на кого-то, кто болеет. На ребенка, на мужа, на жену, на маму, на папу. Я хочу помолиться сейчас. Отец, я благодарю тебя, что нету ничего невозможно для тебя и для нас, когда мы верим, а мы доверяем тебе. Поэтому во имя Иисуса я приказываю всякую болезнь и немощь уйти. Я провозглашаю прорывы в жизни. Пусть рост начинается в жизни людей. Духовное возрастание, чтобы все, что ты имеешь для нас, исполнилось в жизни. Болезнь, уйди. Немощь, уйди. Дьявол, запрещаю тебе в жизни каждого человека во имя Иисуса. Амин. Спасибо тебе, Господь. Слава Богу. Вы представляете, как хорошо, что мы можем сегодня не только служить Богу в церквях, но и через телевизор. Пусть Бог вас благословит. Мы вас любим. Мы ждем ваши письма и мы будем радоваться вместе с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова